Ребята, всех приветствую вас на канале из КСЗ в ЦЗ. Сегодня название нашего видео будет называться Работа в Чехии. Уход с фабрики. Давайте посмотрим, что с этого получится. Первое, что, наверное, хочу сказать, все, наверное, спросят, почему ты ушел, как так произошло. Я хочу сказать, я уже три дня в городе Плезень, отработал там чуть больше месяца. До этого есть ролик, где я вам рассказывал, что я работаю там уже месяц. И там отработал буквально три дня и как бы собрал все вещи и поехал в город Плезень. Первое, что это, конечно, нормы, которые там нормы заложены. У меня не получалось выполнять, ну и у ребят, которые там работали, очень тяжело их выполнить. А почему нормы такие завышены? Я так проанализировал, сделано это было так. До этого ребята, которые приезжали туда, ну там с Украины в основном работали, им сказали, сколько вы сделаете палет, столько мы вам часов и закроем. Там каждая палета, там, например, одну палету надо сделать за три минуты. И вот там набивали ребята по 12 часов, по 13, за 9 часов работы, по 12, по 13. Потом, естественно, они уехали, а руководство этой фабрики посмотрело, ну и думают, ребята, если те могут, почему не могут другие? Они все тем платили хорошо, рассказывал там вот этот он как транслейтор-переводчик, то, что они за 170 часов, которые были на заводе, набивали по 300 часов. И руководство этой фабрики посмотрело и подняло просто нормы, которые сейчас очень трудно выполнить. Мы сколько там не находились, обили, все не получалось. И получается, я работал по 12, по 13 часов, а у меня выходило, всего закрывали по 8, по 8,5 часов. Это очень мало, ну как бы и обидно. Это первое. Второе, отношение, ну как, отношение не только мистера, он как бы тоже подневольный. Отношение своего руководства этой фабрики, как построено просто все. На фабрике она автоматизирована, есть такие машины, которые бьют сами эти палеты, но туда не ставят граждан из стран СНГ. Там с Казахстана, Узбекистана, России, там Украины. В основном такие хлопцы, как я, бьем молотками вот этими тяжелыми по 8 килограмм, которые от другой 3 килограмма. Такую выполняем работу. И, ну, понимаете, отношение, вроде ты старайся, старайся, а все равно ты знаешь то, что не попадешь даже на эту пилу, чтобы распиливать дерево. Ты постоянно будешь на этом молотке. Вот так. Потом место расположения. Еще то, что этот Непамук находится 40 километров от большого города, ну, города Плезень. И каждый выходной приходилось ездить на поезде за продуктами, потому что там, где я жил во дворце, это называется деревня так, продукты, ну, где-то на процентов 25-30 дороже. Я ехал, ну, я и за продуктами ехал, и навестить сына, все вместе. Ну, там не погулять, ничего, никаких достопримечательностей нету, просто работа и общага такое. Кто едет на 3 месяца, конечно, можно там работать, но вот эти нормы завышенные, можно было, ну, что на 3 месяца приехал, ты приехал поработать, чтобы заработать денег для семьи и поехать назад, ну, как бы на Украину. У меня другие цели, охота как-то развиваться, охота куда-то выходить, там, не в свет, конечно, но хотя бы в центр прогуляться, плезни, там, на площади, и сходить на какой-нибудь пруд, в какой-нибудь парк, этого там нету. Ну, потом еще здоровье. Получается, я вам рассказывал, то, что руки, конечно, болят кисти, потом между пальцами вот эти суставы, и никак не проходило. Кисти вроде прошли, потом плечевой пояс прошел, но кисти до сих пор, как бы, охота их прохрустеть. Сами пальцы такие, как они, они мевшие. А это почему произошло, потому что ты, когда этим молотком бьешь, постоянно идет, как от молотка отбойного, такая отдача тебе. И ты постоянно должен быстро бить им, и в руку постоянно тебе отдает эта отдача. Много кто говорил, то, что привыкнешь, привыкнешь, но я видел там ребят, они даже не оставались, ну, кто уже вот на три месяца приезжал, они ни разу не оставались по 12 часов, они быстрее бы говорят, это доработать, и уже поехать домой. Что еще? Первые уехали, конечно, мои земляки, там было нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять человек. Мы вместе заехали, ну, мы вместе где-то отработали в месяц. Первые они уехали, я уехал через два дня. Потому что нас позвали на другую работу, наш координатор сказал, что есть работа на складе Локсес, там, ну, пикерами и упаковщиками. Они поехали, а я думал еще как бы потерплю туда-сюда, а потом позвонил маме, позвонил Тимуру, поговорил с Наталкой. И то, что вот это просто гробит свое здоровье, а такое отношение, то, что они платят тебе деньги, там, ну, как бы они платят, ну, ты то, что там за 200 часов набил, который ты там считаешь, что тебя закроют, они тебя закроют 100 часов, получается, 10 тысяч. Зачем терять время? Попробовать можно на складе, получается. Я вот сейчас приехал, в понедельник пойду в полицию, мне там надо с документами кое-какие вопросы решить. И потом я собрался кое-куда съездить на недельку, я вам скажу, я хочу съездить на Украину, потом смотрите мое видео, посмотрите, зачем я туда хочу съездить. Погулять, конечно, но на недельку мне надо съездить, у меня будет день рождения, 1 июля. Хочу навестить Украину, короче. И что еще? Ну и все, так больше ничто не происходит. Идут такие дожди, видите, я спрятался под елочку, чтобы вам записать видео. Не люблю снимать в общаге видео, не знаю, там, хоть и у телефона нормальное качество, но так темно все равно. И солнце, я как приехал, не было еще. Как бы солнце выйдет, но сразу садится и его нет. А так все хорошо, как бы жизнь продолжается. Хорошо, что все мы живы-здоровы. Думаю записать вам видео и чтобы вы сейчас на выходном посмотрели это видео. Ну, и написали мне комментарии, что вы думаете. Напишите мне, что да как. Поддержки я не жду, я как бы не расстраиваюсь. Я расстраиваюсь, то что, знаете, я никогда не менял работу так часто. Отработал на заводе в Казахстане 18 лет на одном месте. А тут один завод, второй завод. Сейчас пойду на третью ферму. Как бы так, это мне не свойственно. Ну, ничего, жизнь продолжается. Может, надо искать всегда лучшего. И ты чего-то добьешься в этой жизни. Я думаю, это правильно. Ну, вот так, ребят. Давайте, буду с вами прощаться. Всем хорошего настроения. Хороших дел. Всего хорошего. Спасибо, что меня поддерживаете. Пишите много комментариев. Я стараюсь на все отвечать. Буду с вами прощаться. Следите. Может, во вторник, в среду выйдет новое видео. Очень будет интересно. Я сам очень переживаю с этой поездкой. Не знаю, что с этого получится. Ну, все. Буду с вами прощаться, ребята. Огой, ребята. Огой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok